В этом уроке мы узнаем, для чего нужен паяльник, флюс и припой. Разумеется, что все это нужно для пайки, то есть соединения металлических деталей путем введения между ними припоя. Припои разделяются по жесткости, температуре половления, химическому составу, форме выпуска и так далее. Наиболее распространенными в радиолюбительских целях являются оловяно-свинцовые припои, например, ПОС-61. ПОС — это сокращение припой, олова, свинец. А число после сокращения означает, какой процент олова содержится в припое. От этого значения зависит его температура плавления. Зачем нужен паяльник, понятно из его названия — паять. А вот зачем нужен флюс? Флюс облегчает процесс пайки. Он снижает поверхностное натяжение жидкого припоя, улучшая его растекание по спаиваемым поверхностям. Также флюс предохраняет нагретый при пайке металл от окисления, а главное — он удаляет уже имеющиеся окислы с поверхности спаиваемых металлов. Итак, давайте попробуем что-нибудь спаять. Сначала возьмем подставку, дабы не испортить стол, и подготовим все вышеперечисленные предметы — флюс, припой, ну и то, что будем спаивать, например, провода. Включаем паяльник в розетку. При первом включении паяльника, после того, как вы его приобрели, он может немного пахнуть, но только при первом включении. Это не страшно, не думайте, что он у вас сгорел. Вот мы включили паяльник и видим, что он начал немного дымить, и через какое-то время он немного потемнеет, изменит свой цвет. То есть это абсолютно нормально для первого включения паяльника. Итак, наш паяльник прогрелся, перестал дымить. От чего происходит этот дым? Это сгорание производственных смазочно-защитных материалов. Попробуем спаять с два провода. Ну, это самое простое. Снимаем изоляцию с проводов, оголяя медь. Далее провода нужно облудить. Что такое лужение? Это нанесение тонкого слоя припоя на поверхность меди. Для чего это нужно? Во-первых, мы защищаем медь от дальнейшего окисления, так как вся ее поверхность будет защищена припоем. А во-вторых, облуженные провода гораздо легче припаивать друг к другу. Итак, как вы видели, я только что смочил провод флюсом и теперь достаточно просто нанес припой. Итак, мы видели, как достаточно легко залудился первый провод. А второй провод мы попробуем залудить без использования флюса. Вот у нас чистая медь. Берем припой и пробуем его залудить. Видите, да, что припой еле-еле кусками как-то пытается прилипнуть к меди, но ничего не получается. Вот почему нужно использовать флюс. Он повышает качество пайки и упрощает ее процесс. Теперь попробуем сделать то же самое на примере этого же провода, но с применением флюса. Зачищаем немного флюса. Берем припой и выведите разницу. Итак, наши провода залужены. Теперь совмещаем их друг с другом для того, чтобы в дальнейшем припаять. Берем просто припой. Здесь уже флюс не нужен. Можно использовать, можно не использовать. Провода луженые. И вот они друг к другу припаялись. Итак, провода припаять у нас получилось. Теперь рассмотрим такую ситуацию, как модули без штырьков. То есть имеют посадочные отверстия, но штырьки не припаяны. Научимся паять и такие модули. Для этого штырьки можно припаять, конечно, и просто вставив их и запаяв. Но если вы хотите это сделать аккуратно, то лучше воспользоваться бредбордом. Тогда у вас штырьки будут находиться четко перпендикулярно поверхности. Аккуратненько вставляем. И теперь мы знаем, что после припаивания наши штырьки будут сидеть аккуратненько. Также берем флюс и смачиваем спаиваемые поверхности. Берем припой и касаясь посадочных площадок достаточно недолго. А теперь попробуем запаять колодочку без флюса. Ну, хотя бы один вывод. Видите, да, я достаточно долго держу, а он так и не припаялся. Вот что значит работать с флюсом. Ну, теперь исправим нашу ошибку, обработаем спаиваемые поверхности и запаяем. Начнем с нашего неполучившегося, да, и он сразу же запаивается. Итак, обе наши колодки запаяны. Достаем нашу ардуино из бредборда, и она готова к использованию. Итак, провода мы спаяли. На модуль контакты подпаяли. Теперь попробуем спаять собственную схему. Предположим, вы собрали какую-то схему на бредборде, и вам эта схема жутко понравилась. Например, как вот это. Включение светодиода от кнопочки. И захотели вы эту схему увековечить на текстолите. Каким образом изначально собираются схемы на бредборде? На бредборде все выводы соединены для вас вот так горизонтально. А выводы питания для вас соединены вертикально. Есть макетные платы, которые повторяют бредборд по количеству отверстий и по самому форм-фактору. Это макетные платы для пайки. То есть, если мы собрали какую-то схему на бредборде, мы можем перенести эти детали на макетную плату под пайку, запаять, и у вас будет эта схема, можно сказать, вечно. Если вы собрали схему на большом бредборде, то и для него есть макетная плата под пайку, также большая. Все выводы соответствуют друг другу. Ну что ж, попробуем нашу схему перенести на макетную плату под пайку. Итак, мы поставили макетную плату. Смотрим, нумерация выводов идет от 1 до 30, точно так же, как и на нашем бредборде. И устанавливаем детали аналогично бредборду. Итак, кнопочка у нас стоит, начиная с вывода 9. Попробуем ее также и поставить. Итак, наша схема собрана, и заметьте, что все детали и провода находятся абсолютно одинаково, как на бредборде, так и на макетной плате под пайку. Напомним, что наша плата, наш светодиод должен включаться при нажатии на кнопку. Итак, отключаем питание от нашего бредборда, убираем его и подключаем питание к макетной плате, на которой мы собрали нашу схему под пайку. Подключаем питание. Ну и проверяем. Схема работает. Теперь на макетной плате вы можете создать другие схемы, а потом на макетной плате под пайку реализовать их на долгое и вечное существование. Помимо представленных макетных плат, которые полностью соответствуют обычным бредбордам, имеются также макетные платы, которые, выводы которых не соединены друг с другом. То есть на данных макетных платах, вот чуть побольше, вот чуть поменьше, это форм-фактор как тремо-модули, вы можете собирать собственные модули и использовать их в проектах Ардуино. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.